Бриколаж Бриколаж – это слово часто используется для обозначения любого сооружения из готовых элементов. У нас часто бриколажем называют мозаику, коллаж или инсталляцию из готовых вещей. Но такое употребление слова – размытое, нестрогое и в целом неверное. Бриколаж – это буквально обход, отскок, термин, взятый из игровой практики. Например, движение бильярдного шара или лошади, позволяющее обходить препятствия. Клод Леви-Стросс в своей книге «Дикая мысль» или «Неприрученная мысль» – ее переводят по-разному – использует слово «бриколаж» для обозначения конструкции противоположной инженерной. Инженер сначала производит расчеты, потом сооружает вещь. И всякая вещь представляет собой комбинацию расчетов и язык математики, реализованный в соотношениях частей. Бриколаж – это использование готовых вещей, причем вырванных из других контекстов. Когда мы, например, разбираем старый дом и используем его бревна для строительства теплицы или сарая – это бриколаж. Как Тришкин кафтан из русской поговорки – это бриколаж. Мы не просто берем готовые предметы, а мы берем предметы, которые мы вырываем, выламываем, которые руинируем. Поэтому это мышление нервическое, противостоящее мышлению инженерно-расчетливому, мышление, по которому часто строится речь, и слово «бриколаж» используется для критики дискурсов, то есть готовых планомерных речевых построений, которые на поверку оказываются устроенными из чужого материала и приводят к разрушению первоначального опыта, подчиняя первоначальный опыт, опыт целостной формы, опыту готового дискурса, опыту, навязанной извне речи. Поэтому бриколажем в искусстве следует называть произведение, в котором тема руин, тема разрушения и тема несвязности нашей речи, невозможности прямого высказывания преобладает.